Я вас очень рада видеть здесь. Здравствуйте. Я вам сейчас начну рассказывать одну историю. Сейчас нам включат картиночку. Кто это? Хамелеон. Ящерка. Ящерка. В некоторых странах ящериц очень-очень много. И они практически везде не боятся людей. Они могут лазить по потолку. Несколько штук. Представляете, вы живете в доме, вместо мушек лазают ящерки везде. Вот они не знают даже, что делают. Наверное, спасение утопающего, я так понимаю. Чтобы не упал с крыши. По стеклам. Но в случае опасности, когда кто-то пытается напасть на ящерицу или схватить ее. Кто знает, что она делает? Отрывает хвост. Давайте посмотрим. Да? У нее отрывается хвостик. Но она спасает свою жизнь таким способом. Она убегает от опасности. Скажите, пожалуйста, а как мы, люди, что мы можем отбросить из нашей жизни, чтобы спасти свою, чтобы прийти ко Христу? Грехи. Грехи. А какие грехи? Можете перечислить? Обижаться, драться. Еще кто? Обижаться, драться. Грубить. Грубить. Кто еще? Он похож на хамелеона. На хамелеона похожа, да. Какие еще грехи бывают? Грехи бывают... Бить. Бить, да, драться. Грехи бывают как у взрослых, так и у детей. И они очень мешают нам приближаться к Богу. Как вы думаете, ящерке было больно, когда она убегала и хвост отрывался? Больно. Ящерицы хвост нужен для того, что он как руль. Вот скажите, на велосипеде кататься без руля можно? Удобно? Можно, в принципе, по прямой, да? Но неудобно совсем. Еще в хвосте у ящерицы накапливается специальный жир, как у верблюдов, которым она может питаться, когда голодные времена. Это нужная часть тела, как вы думаете? Я думаю, что ей совсем не хотелось от него избавляться. Так же и нам, всем людям, очень и очень тяжело оставить свои грехи. Будь то ребенку, будь то взрослому. Но скажите, когда, к примеру, вы правильно питаетесь, вам тяжело или легко? Легко. Легко. А легко отказаться от вкусной кока-колы или чипсов? Нелегко. Но организм будет очень рад, если вы не съедите и не выпейте это. А скажите, а отказаться от мобильного телефона легко? Нелегко. Нелегко. Как деткам, так и взрослым. Но при этом, когда вы отказываетесь от телефона и приходите домой и кладете его просто рядом, если кто-то позвонит, вы можете вживую общаться с родными, со своей семьей. Скажите, это здорово? Или телефон важнее, чем общение? Общение. Общение важнее. Правильно? Когда вы от чего-то отказываетесь, от плохого, Господь вам даёт в разы больше и гораздо лучше, чем у вас было. Так же, как и для нашей ящерки, она не остаётся такая, бесхвостая. Господь ей дал такую возможность и способность, что она может хвостик обратно отращивать. Видите, он даже по цвету отличается. То, что зелёненький, тёмно-зелёненький, это то, что новенький хвостик у неё отрос. И когда вы отказываетесь от грехов, Господь вам даёт новые возможности, новые дары. Как бы это тяжело ни было, давайте с вами все, взрослые дети, подумаем, от чего мы можем отказаться, как бы это тяжело ни было, чтобы приблизиться нам к Богу. Давайте помолимся с вами. Дорогой Боже, мы благодарим Тебя за возможность, которую Ты нам даёшь, когда мы отказываемся от грехов, но, к сожалению, без Твоей помощи мы не можем ничего. Дай нам силы и возможности, и терпения, и мудрости просить Тебя о помощи, чтобы учиться жить по Слову Твоему, чтобы учиться жить так, как правильно. И дай нам силы отказываться от того, что приносит нам бред. Славим Тебя за всё, Великий Боже. Аминь. Спасибо.